Детям до 16 смотреть не рекомендуется. Мы начинаем. На побегушках у подопечных офицер Гувсина попался с наркотиками. Угробил матушку в Куйбышевском районе. День защитника отечества отметили с огоньком. С ветерком по встречке и конь участник аварии. Дорожные сводки из Бердска. Сотрудник Гувсин попался на контрабанде наркотиков в колонию. Оперативники ФСБ задержали его с поличным, изъяв свертки с запрещенным веществом. И теперь нерадивому офицеру, который охранял заключенных, самому пришлось проследовать за решетку. На этих кадрах операция по задержанию сотрудника службы исполнения наказаний. В поле зрения оперативников ФСБ он попал по подозрению в особенно тесных связях со спецконтингентом. Офицер внутренней службы трудился в исправительной колонии номер 8. И, пользуясь служебным положением, по мере сил скрашивал серые будни заключенных, поставками наркотиков и прочей контрабанды. Разумеется, делал это он отнюдь не бесплатно. За деньги организовал канал доставки на территорию колонии для передачи спецконтингенту запрещенных предметов и веществ. Работник исправительного учреждения задержан сотрудниками управления с поличным при получении наркотических средств в крупном размере. В отношении злоумышленников в погонах Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. За покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере фигуранту грозит до 20 лет колонии. Леонид Вишенко, Антон Мамая. Экстренный вызов. В 8 часов пожарные боролись с пламенем в Держинском районе. Справились только под утро. Но спасти складское помещение так и не удалось. Ущерб еще только подсчитывается. Да и хозяин здания пока не определен. Огненные всполохи на улице Есенина очевидцы заметили около 10 вечера. Примерно тогда и поступил сигнал на пульт пожарных. На место оперативно прибыли три машины и порядка 10 огнеборцев. Горело двухэтажное здание, где располагались складские помещения. Победить пламя удалось только под утро. Пострадавших нет, но само строение было практически полностью уничтожено огнем. Кому оно принадлежит пока неизвестно. Но вот рядом находится административное здание, где расположены офисы трех десятков компаний. И одна из них как раз занималась продажей противопожарного оборудования. А в Куйбышевском районе в огне погибли два человека. В одном из случаев празднование Дня защитника Отечества закончилось пожаром в пятиэтажке. После массовой эвакуации выяснилось, что пожилую женщину спасти так и не удалось. В причинах трагедии разбиралась Оксана Тимошенко. Валентина Матвеевна в тот вечер находилась дома. Беды, рассказывает пенсионерка, ничто не предвещало. Слышу, дымом запахло. Пошла на кухню, ничего не горит. Открыла дверь в коридор. В коридоре полно дыма. А в это время соседи уже вызвали пожарных. Как оказалось, горела квартира на третьем этаже. Ее жильцы, по словам соседей, часто злоупотребляли спиртными напитками. Да и пожары здесь уже случались. Вот и на этот раз хозяйка квартиры, 63-летняя женщина, решила отпраздновать мужской праздник вместе со своим сыном. Застолье закончилось гибелью пенсионерки. Ее сын проснулся слишком поздно. Тут уже все в дыму было. Я попытался и подойти не смог. А потом сам пошел воздух углотнуть и сам упал тоже без сознания. В чувство мужчину приводили уже медики. Благодаря тому, что пожарные прибыли на место вовремя, большого количества жертв удалось избежать. Пожар был в вечернее время. Пришлось пожарным провести эвакуацию людей. Сегодня причины пожара выясняются. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем при курении сына погибшей. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, экстренный вызов. В Бердске пожар обошелся без жертв, но на улице Красина также наблюдался переполох. Люди выскакивали из частного дома буквально в чем были. К счастью, масштабных разрушений удалось избежать. Дом номер 5 на улице Красина в Бердске загорелся ранним утром. Зарево сразу приметили соседей и вызвали пожарных. Огонь распространялся по крыше. В это время и сами жители строения почувствовали запах гари и бросились в рассыпную. Все члены семьи погорельцев еще только принимали утренние процедуры. Все капает, там катил наш бачок на крыше, он кипит весь, все льется. Мама меня разбудила. Говорю, что успели натянули, ушли. Фу, опасное дело. Пугливый водитель, пострадавший конь и ралли по встречной полосе. В курсе дорожных сводок в Бердске и не только, нас, как всегда, держит корреспондент интернет-портала «Автобердск» Сергей Болдырев. Далее обзор самых неординарных ДТП. Эту «Тойоту Ипсум» неизвестный пилот бросил прямо на проезжей части улицы Островского. Именно там водитель совершил наезд на 60-летнюю женщину. Пенсионерку с тяжелыми травмами отправили в реанимацию, а прибывшие автоинспекторы эвакуировали авто. Дальше начались поиски нарушителя. Полицейские приехали к нему домой в рабочий поселок Ленево и устроили там засаду. Когда нетрезвый водитель явился, его доставили в суд. А теперь уже и арестовали на 15 суток. 37-летний мужчина объяснил свое поведение испугом. С разъезда прям по встречке. Вообще отчаянно. А этот водитель, похоже, вообще ничего не боится. Вот и несется на приличной скорости по встречной полосе на Бердском шоссе. Удивленным попутчикам ничего не оставалось, как снять машину лихача на видео. Чем кончился этот заезд, неизвестно. Но в сводку ДТП данная «Волга» не попала. А эти два дальнобойщика не поделили дорогу на Бердском мосту. Грузовик с фургоном следовал из Барнаула. Водитель утверждает, что его подрезала неизвестная газель. После ДТП у мужчины были окровавлены руки. Но больше всего перевозчик интересовала судьба живого груза. В фургоне находилась лошадь. Пришлось вызывать бердских спасателей. И те на время пристроили скакуна. Пока дальнобойщик решал свои проблемы с автоинспекторами. Поймал золотую рыбку. Относительно скромный улов стоил новосибирцу более тысячи рублей. Впрочем, он сам создал себе проблемы. Сначала порыбачил, где не надо, а затем просрочил оплату штрафа. Люди сюда ловятся, и на лимну ловятся, и лещ ловятся. Вне зависимости от погоды, эти люди готовы часами медитировать над лунками. Зимняя рыбалка остается одним из самых популярных мужских развлечений. Тишина и свежий воздух. Лучшего отдыха от рабочих будней и не придумать. Зато вот на смену, я со смены пришел вчера, думаю отдохнуть хоть, на лед сходить. Поймаю, не поймаю, но лишь бы отдохнуть. Несмотря на не самый лучший клев, наши собеседники все-таки вытащили несколько ершиков. На радость домашним кошкам. Как говорится, и на том спасибо. А вот иные любители рыбной ловли ради водных трофеев готовы забрасывать удочки и в неположенных местах. В этом случае даже небогатый улов может привести к штрафу. Так жителя Кировского района наказали за двух пойманных окуней и карася. Причем насчитали это всего 85 рублей. К столь незначительному взысканию мужчина отнесся несерьезно. Отложив выплату на потом, он и ехал за город опять порыбачить. А когда вернулся, узнал, что долг перед государством вырос на порядок. Когда он пришел в отдел судебных приставов для оплаты долга, судебным приставом за несвоевременную оплату основного долга был наложен исполнительский сбор. Соответственно, эта рыбалка обошлась должнику в 1085 рублей. В общем, не стоит откладывать штрафы в долгий ящик, а то выйдет куда дороже. Да и места для рыбалки надо подбирать легальные, чтобы не омрачать себе зимний отдых ненужными проблемами. Леонид Лишенко, Антон Мамаев, экстренный вызов. Рекомендую всем попрощаться с долгами. А если у вас есть криминальная информация, звоните. Наш мобильный телефон 310-2005 доступен каждый будний день в рабочее время с 10 до 6. Видео своих ЧП выкладывайте на страничке экстренного вызова ВКонтакте. На сегодня все. Будьте осторожны. На дорогах увидимся завтра на канале ОТС. Субтитры подогнал «Симон»